Всем привет! С вами рубрика Hands-On на канале UF Design. Наконец-то у нас опять обзор очередной. На этот раз у нас с вами обзор USB-аудио интерфейса от M-Audio. M-Audio Air 192-6. Ну, здесь, конечно, с распаковкой у нас будет обзор. Хотя, на самом деле, сегодня фейковая распаковка. Я ее до этого уже распаковал и даже уже послушал. Ну, просто чтобы дать какой-то фидбэк сразу, чтобы не записывать этот обзор за 3-4 раза. Чтобы каким-то образом я в единый ролик это смог уместить. Вот. Ну, здесь она изображена, собственно, ее верхняя часть. Она под углом вот так находится. Поэтому вот это видит пользователь. Вот. Здесь изображена задняя часть. Как вы видите, здесь MIDI-вход, MIDI-выход. Два входа, соответственно, линейных. И два линейных выхода, левый и правый. Вот. Сзади написано Your Perfect Sound. Это просто девиз нашего подкаста. У нас же всегда самый идеальный звук. Вот. Здесь сбоку тоже написано, как она выглядит, показано. Здесь еще показано, как выглядит. И здесь снизу тоже показано, как выглядит. Короче говоря, очень красивая коробка, прикольная. И самое главное, вот этот девиз. Прям такое ощущение, что покупаешь какое-то дико крутое звуковое оборудование студийное. Кстати, бумагу я не распаковал. Мне не было интересно. Здесь, наверное, инструкция. Давайте посмотрим. Раньше всегда клали диски с драйверами, а сейчас кладут карточки. Стоп, идите за последними драйверами на сайт. Кстати, спойлер, для маков не нужны драйвера, она сразу ловится. Драйвера надо ставить для винды. User Guide меньше, чем гарантийный талон. Здесь всякие схемки. Написано, как что подключать, но я вам это покажу уже на самой карте. Сейчас я постараюсь аккуратно достать ее из пенопласта, чтобы не шуршать. Миссия невыполнима. Аккуратный такой, почти антистатический пакет, от которого, как обычно, должен ударить током. И внутри сама звуковая карта. Тяжеленькая. Я не знаю, килограмм она точно весит? Здесь не указано. Сделано, как обычно, в Китае. Здесь крутилочки. Звук первого входа, звук второго входа. Звук мониторинга. Это именно звук мониторинга, который вот этот вот джековый мониторинг, который на колонке мониторный. Здесь звук на наушники. Выход на наушники тоже мониторинговый здесь, спереди, снизу. И вот эта вот крутилочка, это соотношение звука мониторинга и звука, который идет из компьютера по USB. То есть, эту звуковую карту можно, как и предыдущие, использовать просто как звуковую карту, чтобы слушать, что происходит на компьютере. Вот здесь наушники, ну или там можно тоже в колонке, если у вас сразу стерео какие-то колонки, можно вот сюда воткнуться через мини-джек. Но об этом я тоже чуть позже скажу. Здесь входов, их две пары. Здесь спереди инструментальные входы, те, которые идут через специальный усилитель инструментальный. И здесь линейные входы сзади. Здесь XLR для микрофонов, в том числе для микрофонов с фантомным питанием. И джек посерединке. То есть, по факту, это два разных входа. Если мы говорим про нашу предыдущую M-Audio M-Track 2, вот она у меня здесь, то тут эти две пары входов, они здесь спереди. И правый, он тоже инструментальный может быть. Но здесь нужно было вот этот вот тумблерочек с линии на инструментальный переводить. И тогда именно правый, который второй, в нем включался предусилитель специальный для гитары. Я слушал гитару, с предусилителем, конечно, звучит громче, чище. И я даже эту звуковую карту использовал как преамп перед комбоусилителем. Я сначала предусилял гитару здесь, во втором входе. И потом отсюда, из правого, джеком переносил в комбик. И на комбике уже усилял совсем чуть-чуть. Звук, конечно, намного чище. Потому что, когда это идет каскад усилителей, то соотношение сигнал-шум, оно, конечно же, другое становится. Нет лишних шумов, когда ты усиляешь очень сильно на одном каком-то устройстве. Если ты усиляешь по чуть-чуть на нескольких, то звук прям крутой. Здесь тоже она, кстати, из железа была. И хочется, собственно, немножко еще на ней тоже остановиться. Потому что на нашем прошлом обзоре, когда я про нее рассказывал, у меня не было опыта использования USB-интерфейсов. А сейчас он есть. Прошлый обзор вышел 5 лет назад. Именно на этой карте здесь тоже есть вот эта возможность соотношения уровня мониторинга и USB. Вот direct USB-крутивочка. Вот. Я про нее не знал. Я думал, что вот такие аудиоинтерфейсы нужны только для записи. Я абсолютно не знал, что можно использовать для прослушивания. Вот. Я знал, что есть прямой мониторинг на наушнике. То есть я втыкал сюда наушники и слушал себя на голосе. Но я не знал, что можно еще одновременно слушать компьютер. Это вообще гениально. Писать подкаст с мониторингом, когда ты слышишь из своего собеседника, через скайп или через какую-то программу, и слышишь самого себя. Понимаешь, что тебе надо пододвинуться куда-то поближе, подальше, чтобы говорить в микрофон. Да и просто слышать себя, слышать косяки своей речи. Это очень круто. Почему-то, когда я этим вопросом задавался года два назад, у меня так не получилось. То ли драйвера были какие-то другие, то ли я что-то не так сделал. Ну, короче говоря, факт остается фактом. Здесь тоже уже можно было слышать все. И было бы круто. В чем принципиальное отличие этих двух звуковых карт? Ну, самое главное и принципиальное. Здесь частота дискретизации в новой 192 тысячи при 24 битах. А здесь 48 тысяч килогерц. Crystal preamps. Вот этот логотип. Короче, здесь более крутые усилители используются. Ну и в само исполнение. А здесь еще MIDI in, MIDI out. Мне не так это пока принципиально. Мне нет никаких MIDI устройств. Вот. Поэтому, да. Если мы говорим о принципиальном различии именно для меня, то частота дискретизации, более лучшее усиление. USB Type-C, например. Казалось бы, ну, не обязательно, но вот USB Type-B вот здесь. Он, кстати, именно на этой звуковой карте уже один раз был перепаян. Потому что я, опять же, молодой был, не знал. Но когда вытаскиваю, я вот так расшатывал ее. А там всего четыре ножки. Я ее расшатал и отломал. Поэтому она у нас здесь запаянная. Она уже такая видавшая виды. Но при этом она работает. Она очень крутая. Она прям реально металлическая. И тоже много нам отслужила. Теперь она будет в нашей резервной студии находиться. Наверное, в офисе. Я еще не решил, где резервная студия, где основная. Вот. Кстати, да. Для наушников здесь тоже используется обычный стереоджек. Я использую вот такой переходничок. У меня есть модный, красивый, позолоченный. Я не помню, он в комплекте с чем-то шел. Вот. То ли с наушниками, то ли с чем-то еще. Вот. Вот такой красивый. И, короче говоря, да. Теперь он переходит вот сюда. Здесь тоже можно слушать на наушниках. Фантомное питание. Если мы говорим про XLR, большие конденсаторы на микрофон. Вот он, тумблерочек здесь. Вправо сдвигается. И здесь загорается. Здесь четыре лампочки. Первое, это то, что есть питание. Второе, это что есть фантомное питание. Третье, это MIDI-in. Четвертое, MIDI-out. Если подключены устройства. Здесь фантомное питание было кнопочкой нажимной. Вкл-выкл. Вот. Так, что еще вам рассказать про нее с внешнего. Здесь, кстати, вот пленочка есть. Надо ее снять. Попробуем смотреть. Ладно, я не буду. У меня в соседней комнате ребенок спит, поэтому я не буду снимать ее. Это как-то громко очень звучит. Здесь, наверное, видно, что мне сзади на телевизоре Билли Айлиш поет. Здесь в комплекте еще два провода. Один USB Type-C на Type-A. Второй я еще не распаковал. USB-C, USB-C. Если вдруг у вас Macbook суперновый, чтобы без донглов, без каких-либо переходничков, можно сразу USB-C и USB-C воткнуть. В комплекте дают кучу всяких плагинов. Ключ на Ableton Live Lite. Десятую версию. И ключ на Pro Tools. M-Audio почему-то в какой-то момент, ну почему-то, чтобы денег заработать, очевидно. Они вписались в какой-то момент к Pro Tools, и есть именно прям Pro Tools M-Audio Edition. Я еще не устанавливал себе. Я хотел в офисе скачать, посмотреть, но в офисе плохой интернет. Он 3 гига долго, короче, бы качал. Я просто не стал запариваться. Мы раньше работали в Ableton, потому что вот с этой звуковухой шел Ableton и набор Waves-плагинов. Плагины фирмы Waves. Вот. И я ими, честно, пользовался все эти 5 лет, Ableton и Waves-плагинами. Один раз даже Waves-плагины здесь в комплекте шли на год. Лицензия на год. Я ее даже продлевал, покупал их заново. Кроме Ableton, ну, я решил, в этот раз предлагают Pro Tools и вообще почитал. Типа, Pro Tools это более ультимейт решение для каких-то студий, для сведения подкастов, голоса и так далее. Кстати, напишите в комментариях, так это или нет, пользовались ли вы одним и другим. Вот. Ну, теперь попробую Pro Tools пользоваться. Почему бы и нет? Вдруг он более крутой. Ну, и здесь миллиард эффектов для Pro Tools. Хотя эти эффекты не только для Pro Tools. Их дают и в формате VST для любых других Digital Audio Workstation. Вдруг Logic'ом кто-то пользуется или чем-то еще. То есть, короче говоря, куча софта. Надо будет попробовать. Вот. Что касается звука, я попробовал на нее уже записать. Практически не слышится разницы в звуке. Но из-за того, что, как вы понимаете, большая частота дискретизации при обработке, ну, более точная обработка происходит. Поэтому, когда я вырезал шумы, по ощущениям шумы вырезались более круто, чем когда это 48 кГц. Поэтому, если у вас есть возможность использовать звуковой аудиоинтерфейс с большой частотой дискретизации, сделайте это. Ну, и, конечно, используйте соответствующие микрофоны. У нас Behringer B1 микрофоны. Конденсаторные. Достаточно неплохой. Он стоил, ну, где-то 1012 в тот момент, когда мы его покупали. Сейчас можно и за 8, и за 9 купить, насколько я помню. Ну, короче говоря, нормальный хороший конденсаторный микрофон. Он прям стоит своих денег, хорошо звучит и классно. Главное, не факапиться со звуком и сделать хорошую звукоизоляцию в помещении. Потому что, блин, если вдруг у вас за окном проезжают какие-то чуваки, у которых глушитель снят, то никакой софт, никакой хороший микрофон и хороший звуковой аудиоинтерфейс не поможет вам потом вырезать эти звуки. И вообще, это будет просто ад. Вот, поэтому ждите, ждите. 235-й подкаст был записан еще вот на этом аудиоинтерфейсе. А 236-й уже выйдет на черненьком. Наши черненькие, кстати, или какие? Отдельно я хотел сказать, что я эту звуковую карту AR196 купил в интернет-магазине AudioMoney. Они не платили нам денег, не выдавали нам ее бесплатно. Просто я решил про них сказать, потому что они очень круто работают. Я ее в четверг оплатил вечером, прям практически в ночь. В пятницу ее уже отправили, нет, в пятницу сформировали накладную и принесли вечером в СДЭК. И за выходные она дошла. То есть утром в понедельник она уже была в Челябинске. Это быстро. На протяжении всего этого времени мне писал, так сказать, персональный менеджер, который вел именно мою продажу. Интересовался о том, как что, какой я пункт выдачи выберу. Говорил о том, что посылка будет заклеена фирменным аудиоманевским скотчем. Если вдруг он будет поврежден, мне нужно ему написать, позвонить, чтобы они какие-то приняли меры, чтобы я вдруг не получил из СДЭКа побитую какую-то звуковуху. Ну, кстати, надо сказать, скотч не был поврежден, все очень круто. Вот. И здесь внутри даже есть персональное письмо, в котором написано. Александр, спасибо за то, что вы приобрели какой-то товар у нас в audiomani.ru. Все пожелания направляйте там на почту и так далее. Короче, ребята очень круто сработали. Мне не жалко просто про них сказать. На нашу аудиторию в миллиард человек по всему миру. Поэтому если вдруг хотите что-то такое купить, покупайте на audiomani. Цены там были такие же, как и везде. То есть я на полном серьезе... Я в разных интернет-магазинах покупал всякое, начиная от микрофонов, заканчивая микрофонными стойками, держателями для микрофонов и всякого такого. И самый классный опыт, который я получил, был как раз вот здесь, в audiomani. Поэтому я решил про них рассказать и порекомендовать. Вот. Ну, я не знаю, надо ли ссылку вставлять в описании. Найдете. Просто audiomani.ru. Что касается инструментов, я уже говорил. Я ставил гитару в эти аудиоинтерфейсы. Звучит очень круто. То есть... И, кстати, если говорить про прослушивание музыки через нее. У меня... Ну, я долгое время пользовался встроенными звуковухами в материнку. Вот этими Realtek-овскими. Потом мне наш партнер подарил Asus-овскую дискретную видеокарту в PCI-Express. Asus Xonar. Где-нибудь здесь, может, появится ее картинка. Ну, такая обычная плата. Как сетевая плата раньше внешняя была. Вот такая же. Вот. И там, да, там был неплохой звук. То есть, как бы, был такой небольшой скачок. То есть, по десятибалльной шкале, если прослушивание музыки на стройной... В звуковой карте это, там, не знаю, три из десяти. Вот этот Asus Xonar где-то на пять из десяти сработал. А когда я послушал музыку вот на этой, это было просто 10 из 10 музыка года. Потому что на кончиках пальцев очень круто. Я такое ощущение, что я до этого просто с килограммом серы, ушной, в каждом ухе слушал музыку. Здесь намного чище, намного круче звучит. Я, ну, я реально, я целый мир для себя новый открыл. Поэтому, блин, это очень круто. И то же самое, соответственно, с музыкальными инструментами. То есть, реально, я когда втыкал наушники в мониторинг на комбоусилители, звук не был таким глубоким и полным, как когда я прослушивал. Даже просто с предусилением, через инструментальный вход, когда слушал гитару, она звучит в разы лучше, чем на просто комбоусилителе. То есть, блин, это непередаваемое ощущение, когда я первый раз услышал музыку именно вот через такую большую внешне звуковую карту. Всем советую, у кого такие есть, просто поставьте ее на стол, воткните туда этот переходничок с джека на миниджек и туда наушники. Просто живите на ней. Это реально, это очень круто, здорово. Соответственно, можно на нее же вывести миниджек и на тюльпаны куда-нибудь в домашний кинотеатр. И вы тоже, вы даже не знали до этого, наверное, что ваш домашний кинотеатр так хорошо может звучать, как на такой внешней звуковой карте. Поэтому, да, обязательно попробуйте. А, еще хотел сказать, что здесь крутилочки. Вот тут крутилочки абсолютно обычные. То есть, как на любых микшерных пультах, ну, все вы привыкли к таким крутилочкам, они съемные, вот такие. Они продаются в любых магазинах, там, в магазинах радиоэлектроники, всяком таком. Вот, здесь нет. Здесь очень крутые крутилочки. Простите за тавтологию. Они прям такие, они прорезиненные. Сама поверхность здесь прорезиненная. Особенно вот у этой основной, которая большой мониторинг крутит. Вот, и они с эффектом таким, как доводчик. То есть, вы когда ее до упора докручиваете, она прям отпинывает вам в ответ. Очень круто. Очень приятно использовать. Ну, вот, она вся такая железная. Ну, во-первых, потому что это такое полустудийно-концертное походное оборудование. Его постоянно то уронишь, то что-нибудь еще, поэтому она железная. Ну, и плюс, наверное, теплообмен. Скорее всего, те транзисторы, которые используются для усиления, вот эти большие MOSFET-ы, они прикручены прямо к самому корпусу. Я такое видел даже на блоках питания к светодиодным лентам. Вот здесь, может быть, они тоже перекручены к корпусу и тем самым охлаждаются. Короче говоря, пишите в комментариях, что думаете по поводу внешних звуковых аудиоинтерфейсов. Пишите в комментариях, что думаете по поводу фирмы M-Audio. Мне она очень нравится, они очень круто работают. Вот, и да, подписывайтесь на канал, кто вдруг по этому обзору к нам случайно перешел. И ждите новых подкастов именно на вот этой M-Audio Air 192.6. Есть, кстати, версия 192.4 без MIDI входов-выходов. И есть, по-моему, 192.12 или что-то типа того. Короче, там куча линейных входов и вот это все. Нам вот этого вот экземпляра хватит за глаза, поэтому вот такую мы решили взять. Все ссылки в описании. Спасибо всем за просмотр. Увидимся. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok